МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О высотах рейтингов и спортивных вершин мы расскажем в новом выпуске обзора прессы. Здравствуйте! Начнем с итогов экономического форума, прошедшего в Санкт-Петербурге. На главной экономической площадке страны Чувашия оказалась совсем не чужой. Газета «Советская Чувашия» рассказывает, республика вошла в число лучших регионов страны рейтинга инвестиционной привлекательности. В прошлом году Чувашия оказалась в десятке лидеров. Как было отмечено на форуме, в этом году в опросе приняли участие более 400 тысяч предпринимателей со всей страны. Конкуренция между регионами значительно возросла. Тем не менее, Чувашии удалось укрепить свои позиции и занять шестую строчку рейтинга. Позади остались даже Краснодарский край и Московская область. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал органы власти и все деловое сообщество скорректировать свои цели и задачи, применять лучшие управленческие практики с учетом нового положения Чувашия на инвестиционной шкале и резюмировал, что удержать высокую планку сложно, поэтому членам правительственной команды необходимо работать еще более эффективно. Чемпионат России по легкой атлетике стал, пожалуй, одним из самых ярких спортивных событий года в стране. Газета про город рассказывает, в столицу Чувашии приехали все лидеры сборной. В женском финале, в соревновании по прыжкам в шестом, наши спортсменки Анжелика Сидорова и Елена Исенбаева разыграли настоящий триллер в борьбе за золотые медали чемпионата. У нас была фантастическая борьба. Хочу поблагодарить и похвалить наших девочек, в частности Анжелику Сидорову. Она установила личный рекорд и у нас реально была борьба, как на Олимпийских играх. Я показала сегодня лучший результат сезона в мире – 4 метра 90 сантиметров. Это просто сумасшедший результат, прокомментировала итоги соревнований Елена Исенбаева. Несмотря на результат, поездка великой спортсменки на Олимпиаду остается под вопросом. Своим мнением на этот счет с газетой поделился заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов. «Считаю отстранение всей сборной России по легкой атлетике от участия в Олимпийских играх неправильным. Очевидно, что это политический шаг, направленный на ущемление интересов нашей страны на международной арене. Чемпионат России в Чебоксарах показал, что сборная страны готова к высоким результатам, готова составить конкуренцию в борьбе за самые высокие Олимпийские награды». Глава города Чебоксара Леонид Черкесов вспомнил свою профессиональную карьеру. «Я врач и прекрасно помню, как в 90-х годах мы прописывали тот самый мельдоний пожилым людям для укрепления сердечно-сосудистой системы. Особенно это касалось людей, перенесших операции. Я хорошо знаю этот препарат, и, конечно, ни о каком допинге в данном случае речи идти не может. Уверен, что наши спортсмены оказались без вины виноватыми». В Чебоксарах к новому учебному году откроется новая начальная школа. Как передает газета «Чебоксарские новости», трехэтажное здание по улице Гражданской раньше принадлежало Национальному лицею-интернату имени Лебедева. Строение признали аварийным, и несколько лет оно пустовало. Его судьбу решили на публичных слушаниях. Здание передали 4-му лицею с тем, чтобы организовать здесь начальную школу. Сейчас здесь идут масштабные работы. На первом этаже оборудуют современную столовую, отремонтируют классы, модернизируют систему теплоснабжения. В ином облике предстанет спортзал. На это из городского бюджета выделено более 50 миллионов рублей. Обновленный корпус поможет решить проблему со школой в юго-западном районе. В нем могут разместиться около 500 человек. В этом году планируется открыть 4 первых класса, а при необходимости по одному, второму, третьему и четвертому. А в Новочебоксарске идет большая разборка. В детском саду из-за некачественного питания отравились и взрослые, и дети. Грани передают с места событий. Все отравившиеся из детского сада номер 40. Отравление произошло в прошлую пятницу. На тот момент в саду находились 147 детей. Малыши поступали в больницу в пятницу и выходные. Тяжелой формы отравления, а также угрозы жизни для детей нет. За ситуацией следит лично министр здравоохранения Чувашия Алла Самойлова. В настоящее время в детском саду работают следователи следственного управления СКР. Работу учреждения приостановили пока до 27 июня. Дружба народов за красоту скверов и парков. В Чебоксарах появится огромная клумба со сложной архитектурой и уникальным ландшафтным дизайном. Аргументы и факты сообщают подробности. Проект студентов-дизайнеров Российского университета Дружбы народов на тему памяти Чапаеве стал победителем на всероссийском конкурсе. Главная идея проекта дизайнеров из РУДН звучит как «Война и мир Чапаева» или «Антитезы жизни». Языком цветов будут переданы противоречивость человеческой природы и показано, как мирное время пересекается с мрачными днями войны. В сквере Чапаева вовсю кипит работа. Здесь на 20 тысячах квадратных метрах площади будет высажено 23 вида растений. Злаки, шалфей, красиво цветущие рудбеки, эхиноцеи, пижмы и другие. Всем этим вы сможете полюбоваться уже совсем скоро. А мы на этом прощаемся. До следующей недели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»